Сергей Севцов готовится к выписке. Ему провели трансплантацию почки. Теперь мужчина чувствует себя хорошо, много шутит и может без ограничений пить свой любимый напиток – чистую воду. Ведь еще недавно это было для него роскошью. Почки не работали практически совсем. От мочи не было ни капли. Отсюда постоянная интоксикация. Чувствовал себя, ну, как беременная, когда у него токсикоз. То есть это постоянная тошнота, головная боль, ужасная слабость. Даже были какие-то кожные проявления, то есть зуд какой-то, что-то. Вот такие вот вещи. У Сергея перестали работать почки. Они увеличились в размере в три раза. Каждая весила больше двух килограмм. На них образовались множественные кисты. Это врожденное заболевание. Из-за редкой группы крови донора почки долго не могли найти. Несколько лет мужчине делали гемодиализ. Гемодиализ – это выход из ситуации, когда идет нарушение функции почек. Но гемодиализ, он не подпочтительный по многим параметрам. Один из параметров – это нарушение функции организма, систем. И второй параметр – это маломобильность человека в связи с тем, что постоянно проходит три раза в неделю от четырех до шести часов процедура очищения крови. Пациент завязан на центр диализа. Операцию провели в плановом режиме. Пациенту удалили две родные почки и пересадили одну от донора. Она сразу, как говорят медики, запустилась. То есть прижилась и начала работать. Изменения есть. Есть изменения очень большие. Чувствую себя очень хорошо. Есть, конечно, ряд ограничений и по диете, и все прочее. Но самое главное, что я могу сейчас пить воды, сколько я хочу. Потому что когда на диализе, там очень строго надо следить за весом, за количеством выпитой жидкости, потому что аппарат снимает определенное количество. А сейчас, ну сейчас и пить не хочется, что характерно. Стоит отметить, что Сергей Севцов стал 14-м пациентом, которому пересадили почку. Сделали это накануне юбилея. Проводить такие операции в Рязани начали с 14 декабря прошлого года. Трансплантация почки – это не только технические моменты, но это еще очень большая работа в послеоперационном периоде. Первые 36 месяцев является критическим периодом, когда подбирается доза иммуносупрессивной терапии. И положительный результат зависит не только от хирурга, он зависит и от нефролога, который наблюдает пациента. И я бы сказал, на равных, даже может быть в первую очередь от пациента, от направленности к лечению. Если пациент адекватно принимает препараты, мониторируется, если адекватно проведена хирургическая операция, то мы получаем положительный результат. Сергей чувствует себя хорошо, в ближайшее время его выпишут из больницы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».